Я проинформирую, что делать студенту, я не знаю, выпускнику вуза, выпускнику школы, да? Человек хочет работать. Вот куда идти? Нужно идти обращаться в свою ближайшую, в центр занятости населения. Ну ты же понимаешь, что в центр занятости населения, что там... То есть я представляю, какие там зарплаты. По Астане в среднем постоянно требуется порядка 20 тысяч человек. Различные вакансии. А какие это вакансии? Ну, крановщик, я вот... Ну ты представляешь, что крановщиком-то не каждый может работать? Да, но можно обучиться этому, конечно. Сварщик, там сантехник по Астане, да? То есть сфера услуг, производства, это всегда, скажем, та сфера, которая требует людей. Другое дело, что Астана это еще, ну скажем, такой более-менее благополучный, да? Пример? Ну, например, в той же Казларге, да? Есть вакансии, и по программе занятости сейчас строится дополнительных куча возможностей для молодого человека. Просто есть, в первую очередь, мне кажется, необходимость победить ту установку, которая стоит у молодежи, в части того, что нужно обязательно получить высшее образование, а потом нужно будет обязательно пойти, скажем, на какую-то работу, не требующую физического труда. Нужно после этого обязательно в ближайшее время стать руководителем, и все, после этого уже ничего делать не нужно. Ну давай вернемся тогда к твоей жизни, да? И к твоему карьерному, так скажем, росту, да? То есть ты же тоже не занимался физической работой? Ты же не пошел там, не начинал свою работу, не начинал свою крановщиком? Я крановщиком не начинал, но я, например, после седьмого класса, я вот благодарю отца до сих пор, я работал учеником мастера. Он там в ремботехнике, такая сеть была тогда, он там занимался изготовлением ключей, ремонтом зонтиков. Тогда зонтик было намного легче отремонтировать, чем купить. И я занимался, вот, все лето, начиная там с конца мая, заканчивая концом августа, я подметал, убирал, мыл полы, подметал, убирал, мыл полы. То есть я учеником, фактически только вот глядя, да, на эти заготовки, там, заточку каких-то там определенных деталей, мне ничему не давали. Буквально то же самое мне рассказали, годы не прошло, товарищи, которые съездили посмотреть Тельбоне, да, вот эти вот большие корпорации Гузной Кореи, да. Они говорят, вот человек закончил там хороший колледж, получил образование, вот он год будет здесь убирать, мыть полы, убирать, и больше ему ничего доверять не будет. Хотя он получил хорошее образование, вот как твоя сестренка там в Англии, условно говоря, ну по технической специальности, да. Вот он будет заниматься здесь, и он никуда не уйдет, потому что он знает, что пока он через это не пройдет, ему не доверят подходить к агрегату. После того, как он прошел, он становится учеником, после этого становится сам, скажем, мастером, да, ну не мастером, скажем, специалистом, да, потом становится мастером и так далее, и так далее, и так далее. И только через это все, пройдя, человек может претендовать на участие в менеджменте, в управлении. Давай вернемся вот к твоей, да, жизни. Давай. Удача сыграла важную роль в твоей жизни? Я думаю, да. Наверное, то, что в какой... вот у меня была такая удача. Меня в Казгю, я проработав, а, проучившись потом некоторое время, получается, пять лет отучившись в университете, я стал преподавателем в том же университете, да. После этого я собирался переезжать в Астану, и перед тем, как переезжать в Астану, зашел к ректору. На тот момент ректор поменялся, стал Максуд Султанович Нарикпаев. И я к нему зашел и рассказал, что такое КВН для нашей альма-матер. По тем временам там было 12 филиалов Казгу по всему Казахстану. В каждой была сильная команда КВН, я практически всех знал. Мне было важно, чтобы это не потерялось, не рассыпалось. Вот я уезжаю, как бы, зашел, рассказал, но в результате он мне сказал, все, ты остаешься, будешь здесь работать дальше. Вот, это, наверное, удача была. И ты стал проректором? Да. Все говорили ему на тот момент, что, типа, Маке, зачем вы это делаете? Вы что? Это же ребенок. Он ничего не сможет делать. И буквально через 3-4 года уже где-то процентов 40 проректоров по воспитательной работе стали вчерашние студенты. Потому что каждый ректор увидел для себя возможность прямого контакта со студенчеством именно через проректора по воспитательной работе. Но затем ты переехал в Астану. Затем я был избран исполнительным директором Конгресса молодежи и переехал сюда. Вот Нурлан Садыков, который сейчас занял твое место в Жасутане, он, по сути, прошел такой же путь. Он же тоже из Конгресса молодежи. Да, он прошел чуть более длинный путь, потому что он был до этого после университета, он некоторое время проработал журналистом. Потом он стал, будучи студентом, уже был жаслоелевцем, потом занимался жаслоелем и стал руководителем алматинского филиала жаслоель. После этого он стал исполнительным директором Конгресса молодежи Казахстана. То есть показал хороший результат. Там тоже избираемая должность. Как бы собрались все учредители, проголосовали. И после этого он достаточно долгое время, там около четырех с половиной лет, кажется, работал в Конгрессе молодежи. И когда у меня так получилось, я попросил его принять участие в работе в Жасутане. Он с радостью согласился. Я думаю, ни для Жасутана, ни для Конгресса, ни для молодежи в целом этой потери не было. Наоборот, мне кажется, что он на свое место пришел. Но говорят, что в молодежной политике Казахстана все кадры, кадры Нурлана Утешева. Ну, я был бы рад, если было бы так. Но на самом деле это далеко не так. Потому что кадры все-таки, они с земли вырастают. То есть люди, которые могут привлечь внимание молодежи, могут дать правильный импульс для того, чтобы были какие-то хорошие вещи, сделанные молодежью, для молодежи. Я думаю, они все равно так или иначе их видно. И если у человека есть какие-то здоровые амбиции, есть масло в голове, как говорится, да, если человек думающий, то ему очень легко пройти этот путь. Вот смотри, мне кажется, что для молодежи всегда важны герои, да, то есть должны быть кумиры. Вот у нас сегодня в Казахстане есть такие люди, на кого молодежь бы равнялась. Я думаю, что на сегодняшний день, если раньше это были батыры, да, то есть люди, которые своей храбростью, отчаянностью, физической силой добивались каких-то, скажем, побед для казахов, для Казахстана, да, то сегодняшний век – это век информации, век знаний. И, соответственно, сегодня уже люди, которые приносят какие-то плоды именно в части знаний, они становятся героями. Конечно же, наши герои – это олимпийские чемпионы, это ведущие спортсмены. Конечно же, наши герои – это те, кто ценой собственной жизни ложился на гранаты, защищал покой граждан, да, вот во время террористических актов. Это люди, которые несут свой долг. То есть, если сейчас у студента спросить, кто является на сегодняшний день для него примером, то есть он может прям назвать фамилию, имя? Я вот почему-то сомневаюсь. Я думаю, что да, сейчас, наверное, легче там про Диму Билана, да, вспомнить, там, вот он мой кумир, да, или там Кайрата Нуртаса. Я думаю, что… Ну, Кайрат Нуртас может быть героем нынешней молодежи? Он герой для определенной аудитории. Для какой аудитории? Ну, для тех, кто ищет романтику, для тех, кто еще, ну, скажем, имеет, скажем, такой маленький опыт и большие ожидания, да, для тех, кто очень эмоционально, скажем, чувствителен, там, ну, я думаю, в основном девчата… Мне кажется, что Кайрат Нуртас, он вот больше популярен в регионах, да, то есть в аулах, там, где меньше возможностей, да, где меньше возможностей у людей, меньше денег, но есть желание любить. Ядрю Хусаинов недавно приходил, да, это музыкант, и он говорит о том, что, там, Назарбаев в университете не знают вообще, кто такой Кайрат Нуртас. Там, в университете искусств не знают, кто это. И его знают зато регионы. Ну, я, например, относительно недавно вообще столкнулся с творчеством, тоже как бы по работе больше пришлось, да, изучать. Ну, я, например, для себя вижу, что у нас как раз-таки именно его, наверное, в какой-то мере не хватало вот в этой линейке поп-звезд, да. То есть человек очень простой, открытый, у которого очень хороший вкус на текст, на музыку. Я не скажу, что вкус, скажем, такой классический, да, но вкус именно такой, который интересен абсолютному большинству. Я думаю, что даже если это рассчитанный успех, то в этом есть большая доля именно работы. Ну, смотри, Нурлан, через него ты же можешь как раз влиять на молодежь. То есть ты с ним уже знаком лично? Нет. Нет, лично не знаком. Хочу познакомиться, но я думаю, что это не только через Кайрата, да. Наверное, у нас должны быть не только звезды сцены с звездами. У нас должны быть звезды жизни с звездами. Нет, они, может быть, и есть, да. Ты же сам говоришь про тех, кто ценой своей жизни спасает, да. Но мы же не знаем этих имен. И через песни, и через клипы, и через кино, и через ситкомы, да, должны быть, ну, скажем, до молодежи доноситься те ценности, которые им завтра пригодятся. Ну, тоже трудолюбие, да. Я думаю, что не зря, скажем, у нас сейчас вот постоянно возникают вопросы, постоянно идет дискуссия по поводу того, что такое наше общество. Это капитализм или мы социализм обратно строим? Ну, что это такое? На самом деле, под этим лежат же большие такие философские слои, да, то есть вообще мировосприятие. Мировосприятие созидателя или мировосприятие потребителя. Вот из этого, мне кажется, исходит и все остальное. Вот мне теперь интересно твое мнение по поводу того, что госсекретарь сказал, нужно создавать список самых популярных блогеров, чтобы власть с ними работала. Вот как ты к этой идее относишься? Мне кажется, что эти списки уже имеются. По моему мнению, у нас сейчас в блогосфере уже достаточно такая собралась критическая масса людей, которые уже, ну, может отстаивать каким-то образом свои интересы. И, естественно, отстаивая свои интересы, они в любом случае рано или поздно приходят к тому, что есть необходимость транслировать свои идеи, свои проблемы в те или иные государственные органы. И то, что государство раскрывается навстречу не только журналистике, а в целом блогингу, я считаю, что это как раз-таки очень адекватный шаг. По твоему мнению, кто у нас, у кого из наших блогеров есть такой социальный авторитет, кто на самом деле завтра может влиять на молодежь и говорить, что ребятам бросайте курить кальян, там, пошлите все в спортзал. Есть такие? Я думаю, что есть, и эти люди уже делают подобные. Ну, назови мне, кто это? Ну, Динара Саджан. Да нет. Я же не блогер, я журналист. Ты не блогер. Да. Я читаю несколько аккаунтов. Аккаунтов, ну, это, получается, аккаунты организации, либо аккаунты проектов, да, которые так или иначе подсказывают человеку, каким образом вести более, скажем, здоровый, правильный образ жизни, да. Ну, например, мне больше всего нравится, ну, тот же Ержан Сулейменов, когда он там в Твиленте ты читаешь, там, не сутулься, выпрямься, да. Ну, для меня это оказывает влияние. Может быть, на кого-то это, ну, как бы действует раздражающе, но я там некоторое время там пытаюсь сидеть там, не сутулившись, да. Да. И также, я думаю, точечно, потихоньку воздействует любой другой блогер. Ну, у вас... А ты лично работаешь с блогерами? У меня... На сегодняшний день я не скажу, что прям работа эта поставлена в какие-то такие рамки. У меня есть среди блогеров, есть хорошие знакомые, есть люди, с которыми у нас какие-то общие интересы, есть люди, у которых есть какие-то свои проекты. Ну, вот, один из очень влиятельных блогеров был у вас на программе, Алишер. Ты с Алишером ты работаешь? Ну, я с Алишером, нет, не работаю. Я рассказываю про то, кто может повлиять по поводу того, что не надо курить и так далее. Хотя тот же самый Алишер Еликбаев, он, что касается этого списка, сказал, что я думаю, что у нас еще нет ни одного блогера в Казахстане, кто реально имеет влияние на молодежь или там на общество. Ну, я считаю, даже если у человека в читателях один человек, он уже влияет на этого читателя. У тебя сколько читателей в Твиттере? В Твиттере там три с чем-то. Три тысячи? Да. Три с половиной тысячи. Три с половиной тысячи. Да. Ну, почему, где вот армия вся? То есть ты как главный, да, скажем, по молодежи, то есть мне кажется, тебе нужно в первую очередь расширять свое влияние? Ну, я вижу, скажем, в этих социальных сетях, да, в этих сервисах, я вижу в первую очередь возможность постоянного, скажем, постоянной какой-то оценки, да, либо высказывания своего мнения относительно того или иного случая в своей жизни. И, как правило, мы ждем этого мнения, когда происходят какие-то события, да? То есть когда произошло вот это событие, когда был инцидент с карагандинскими студентами, мне кажется, что многие ждали именно твоего комментария. Ну, вполне возможно. Но комментарий был такой лояльный. То есть он не был, вот ты говоришь о том, что ты сказал, что нужно нести ответственность, но то есть там не было четкого да и четкого нет. Почему? Ну, я считаю, и до сих пор считаю, что человек, который... То есть ты был против на тот момент? Или все-таки за этих студентов? Я был за то, что ректор... Ректор прав был? Да, по моему мнению, да. То есть, если... Это опять-таки зависит от того вуза, в котором ты учишься. То есть, например, есть шикарнейшие вузы, в которых можно ходить на голове, на столе, и ничего абсолютно тебе никто не скажет. Есть не менее шикарные вузы, в которых тебя просто отчислят за это. Это не в Казахстане, это в целом, в мире такое имеется. Ну, поэтому я считаю, что то, что... Но это не противоречит твоей занимаемой должности, да? То есть ты же по делам молодежи. То есть, мне кажется, что ты... Ну, это мое мнение, да? При любом раскладе должен быть на стороне молодежи. Ну, если взять, опять-таки, не только этих двух ребят, да, а взять весь контекст. То есть, на самом деле, с ребятами обошлись достаточно гуманно, да? Но то, что именно по этим двум ребятам вмешался министр, я считаю, что это еще более гуманно. Какой бы должность ты ни занимал, да? То есть, мне кажется, что в твоей жизни всегда присутствует творчество. Ты периодически снимаешься в кино. Ну, на самом деле, всего два раза. Был студентом, получается, на четвертом курсе. И вот, благодаря тоже, наверное, стечению обстоятельств, судьбе, благодаря тому, что в нужное время мы оказались в нужном месте, вот получилось мне сняться в фильме Лейлы Аранышевой «Десант». Там, получается, ну, на тот момент мы же не думали, что это звездная такая, как бы, роль. Для нас это было впервые, и, естественно, после того, как ты окунаешься в кинематограф, ты уже оттуда выйти уже до конца, наверное, не сможешь никогда. И то, что сразу такие серьезные съемки, да, то есть, там, получается, ну, практически, там, одна из главных ролей, там. На меня, конечно, произвело очень сильное, как бы, и впечатление, и последствия того, что я принимал участие в съемке кинокартины, оно на меня очень, как бы, повлияло, я считаю. И что ты даже не смог отказаться от роли, который тебе предложил, ну, в своем «Альманахе» Егор Кончаловский, да? Да, это тоже был такой интересный момент. На тот момент было очень много работы. И, несмотря на это... И я сказал, я сразу отказался, но продюсер фильма Алексей Голубев, он меня уговорил, каким образом. Он перестроил все съемки так, чтобы съемки именно моего, моей новеллы, они выпали на 6, 7, 8 марта. То есть, в тот год, как раз-таки, это было три дня выходных, и мне не нужно было быть на работе, я поэтому согласился сразу же. Как только он сказал, мы снимаем вот 6, 7, 8 марта. Ну, тогда руководство партии было в курсе того, что вот секретарь Джасутана снимается... Да, естественно, естественно, я обязательно, я сразу же пришел, доложил руководству, сказал, что вот меня приглашают в такую картину. Ну, вообще, я всего один раз снимался, поэтому я, как бы, давно уже не снимался в кино, там, достаточно большой промежуток времени пошел. А как это реагировало? Тогда был Нурлан Нигматуллин, да? Тогда был заместителем председателя. Поддержали негативного нет. Потому что, мне кажется, вот, лично мне кажется, что в тебе вот живет этот творческий человек, но ты его загнал в рамки госслужащего. В пиджак одел, да? В пиджак, да. То есть, знаешь, застегнул все пуговицы, но периодически, мне кажется, он такой вырывается. Да? Я думаю, в любом человеке живет творческий человек. Ну, тебе он очень ярко выражен. И даже в самом-самом, скажем, человеке в рамках все равно есть творческий человек. И я думаю, что почему нет? Это нормально. Спасибо большое, что пришел ко мне на программу. Хотя это было, дорогие телезрители, очень сложно. Меня попросили даже написать письмо. Нет, нет. Мы же договорились, что... Что мы об этом не говорим? Мы, кстати, об этом не договаривались. То есть, на самом деле... Нет, нет. Мы говорили о том, что все нормально. Что нет необходимости писать письмо. Мы так все... Да. Ну, потому что я сразу написала Нурлану смс, что я не пишу письма. Спасибо большое. Я желаю тебе удачи. И желаю, чтобы все-таки твой тот творческий человек, который у тебя есть, чтобы он периодически все-таки выходил. Сегодня гостем программы «Статус Ко» был Нурлан Утешев, председатель комитета по делам молодежи Министерства образования и науки. И если у вас, дорогая молодежь, есть какие-либо вопросы, обращайтесь к нему. Всегда. Он открыт. Правда же, Нурлан? Всегда. Всегда готов выслушать предложения, проблемы. Телефон сразу в студию. Да. 74 15 98. Да. Код Астаны 71 72. Всего доброго. Звоните.